Каждому из нас придется ответить за все сделанное, не сделанное по малодушию своему. И тогда будет и предначертан дальнейший путь. Мы все уготованы для какой-то миссии Господом Богом. Я в это верю просто. Есть такое понятие – русский характер. Когда-то о русском характере создавались фильмы. Они так и назывались. «Русские люди» Константин Симонов, «Русский характер». Я сейчас о русских говорю. Какие они русские, у кого есть результат? Они скрытные. Они привыкли скрываться. Мой друг, русский человек Миша Делягин говорит, «Русские сегодня, современные русские скрытные». Будем разбираться. Какие еще? Очень недоверчивые. Недоверчивые, два. Очень четко делящие мир на своих и чужих. Код свой и чужой. Так, в голове у русских современных предпринимателей. Внимающих, что государство им враждебно. Враждебно. Да. Миша, а если... Враждебно им и поэтнической. А если скажу, что мы сегодня нас, нас, современников, просто не знаем, их характера не чувствуем. А если наш сегодняшний рассказ полностью опровергнет каждый из твоих постулатов? Я сильно порадуюсь. У тебя много врагов? Врагов. Зависти в спине. Наверное, есть. Конечно же, есть. Как и у любого человека творящего и идущего, и порой не обращающего внимания на злопыхателей. Вот не обращающего внимания. Лай собак. Лай собак. Однажды Никита Михалков привел замечательную притчу. Если ты, путник, идешь к своему дому и не слышишь в спину лай собак, значит, ты просто уже сбился с пути. Кстати, это интересно. Замечательные слова. Старая азербайджанская притча. Какие они твои враги? Они, наверное, мечтали бы сделать то, что хотели бы, но не отчаялись на этот шаг. Но жизнь твоя была трудной. Я считаю, что ее легкой ни у одного человека нет. Ну, почему, бывают любимчики судьбы, бывают везунчики. Я не верю, что бывают везунчики. Это со стороны выглядит так, что они как будто бы везунчики, но на самом деле не знает никто, что творится в душе внутри. В общем, уголовное дело на человека не возбуждали. А, но, быть может, кто бьет по рукам сегодняшнего бизнеса, мешает, да. Об этом наш сегодняшний разговор. Но, может быть, когда есть преодоление, когда мешают. Через преодоление формируется сегодняшний, современный уральский характер. Может быть. Когда удается преодолеться, характер им безусловно формируется. Но мешали тебе очень сильно. В 90-е годы, да и боже. Помогали своими помехами для того, чтобы состоялся такой, какой сегодня есть. Русский характер сегодня, после 90-х, вопреки 90-м, когда выживали заводы, которым Чубайс с Гайдаром приказали под нож идти. Русский характер. Да, мне кажется, характер сам по себе тот же самый. Не изменится. Просто не везде он проявляется. А вот в данном случае это пример. Наш сегодняшний рассказ. Но все-таки, мне кажется, какие-то новые нотки звучат сегодня в голосах тех промышленников, которые могут предъявить сегодня результат. Вот наш продукт, один из лучших в Европе по качеству. В армии, когда я служил еще, а до этого я был физически развит, но не настолько. Я ненавидел бег. Но я тоже терпеть не могу. Но когда в армии, не говоря о том, сколько я должен пробежать, и мы бежали, я понял одно. Человеческий организм, человеческий мозг не знает, на что он может и способен. Нет такого слова «не могу». Ты должен себе поставить цель, идти к ней и творить. Ты добивался всех целей, какие ставил? Да. И не было ни разу, чтобы ты не дошел до какого-то места, потом сказал, не просто, ну не могу я пробежать 100 метров. Нет, нет, слово «не могу» не должно быть вообще. Только сказал себе «не могу», все, крышка гроба закроется с другой стороны. Человек, он неординарный, обладает феноменальной памятью. Человек с очень хорошим базовым образованием. Он окончил Московский государственный университет биотехнологий прикладных. Не остановился на этом, получив прекрасное образование, защитил кандидатскую диссертацию. Вот его общественно-политическая деятельность здорово совмещается с педагогической деятельностью. Он у нас работает на факультете биотехнологий. Не понимая, как он сочетает очень серьезную работу в качестве депутата Государственной Думы, и в то же самое время плотно работая с Академией, у него более 80 публикаций. Просто все, наверное, сразу будет понятно. Индекс Херша у него 13. Это достаточно редко. Это человека также характеризует. Тем более, я его знаю, когда он был никем. Этот человек сделал сам себя. Вот Ильтиков, все кричат, в России ничего невозможно сделать. Душат там, все. А вот пример. Ты родился? В Кургане. Папа водителем в автоколонии работал. Мама работала вначале продавцом, начинала свою деятельность. Затем стала товароведом и заведующим магазином. Я отучился на электромонтера по ремонту электрооборудования. И после армии ты? Вернулся на родину. В 91-м. Самый разгул этой всей смуты. Я не узнал своего города. Я не узнал своего города, когда я пришел на тренировку. Что изменилось? Не стало никаких ценностей. Если я раньше тренировался в спорте, то я знал, к чему я стремлюсь. Но когда я пришел на свою тренировку, я увидел, что люди разговаривают о какой-то коммерции, о том, чтобы кого-то когда-то обмануть. То есть рынок уже пришел в каждую семью. Я не называю это рынок, это базар. Это не рынок, это базар. К сожалению, если подводить баланс к 25 годам реформ, то он выглядит очень тяжело. Но когда в 90-е отрасли целые шли под нос. 90-е это провальное, да, десятилетие было. Есть цифры, я не устану этот пример приводить. Сколько заводов пошло под нож, прежде всего, оборонных заводов России. В 90-е годы реформа Гайдара Чубайса. И какое количество заводов Владимир Путин вернул. Вот я прошу всех задуматься. Когда-то был замечательный фильм. Директор. Борьба Лихачева. Прообраз. Директор легендарный Лихачев. Становление промышленности. Борьба Лихачева за завод. Вот, ваша личная машина. А что, я Рябушинский, что ли? Вы директор автомобильного завода. Вам положена личная машина. Ну, раз положена, Степа. Улег, житух, да? Апартаменты, личная машина. Во, теперь те коммердина и полный порядок. Губенко в главной роли. А до Губенко снимался Евгений Урбанский в роли директора, который погиб на съемках. Фильм «Директор», один из лучших фильмов советского кинематографа, посвящен борьбе строительства всего лишь одного завода. Послушайте, Марков, наш друг Рубинчик сделал гениальный расчет рамы. Стараюсь. Сомневаюсь. Товарищ директор, посмотрите, какой изящный расчет. Двухсерийный фильм, один из лучших в нашем кинематографе, об одном заводе. Ай-яй-яй, поймал. Ай-яй, поймал, да? А вы думали, что я владею высшей математикой? Но я владею ей, Марков, и всем прочим, что нужно директору. Когда Владимир Путин принимает в страну, 262, прежде всего, оборонные заводы, крупнейших заводов России, ушли под нож, как завод Ухтомского в Люберцах. Машина для сельхозработы. Не нужны оказались России. 262 завода, младо-реформаторы, в эпоху Бориса Ельцина, пустили под нож. Владимир Путин, он сам удивился, узнав цифру, 187 предприятий, вместе с командами, то, что осталось от команд в регионах, директоров, руководителей местных, районных руководителей, областных, Кавхабаровских и Ишаев, Путин вернул 187 предприятий. Говорят, Путину досталась там страна не в самом лучшем виде. Ему вообще не досталось страны. Вот Путину не досталось страны. Отсюда сегодняшние успехи нашего оборонки, ракеты Академика Соломонова, они отодвинули наши сегодняшние ракеты, твердотопливные, третью мировую, навсегда. Еще раз, когда-то об одном заводе, о борьбе за завод, был создан замечательный, двухсерийный фильм художественный. Вот ту целину, которую приняли, завалили на свои плечи сегодняшние мужики. Но это правда, поворот есть. Когда вы возглавляли Совет директоров Роснефти, вы могли себе представить в 90-е, что будет вот такая компания Роснефть с таким всеохватным движением шельф и так далее? Велика разница? В целом очень. Велика разница, да. Почему мы не знаем, какой ценой Владимир Путин, и те ребята, которые с нулей поднимались через 90-е, почему мы никого? Из этих директоров сегодняшних, создателей, предпринимателей, мы почти никого не знаем даже по именам. Скажите, в общей стратегии развития средств массовой информации у нас какая пропорция между тем, что нужно восхвалять... Васильевич, но у нас есть традиции, тот же фильм директора... Это был уникальный фильм, когда сам директор завода... Сейчас-то где эти фильмы? Подавая примеры... Сейчас-то где эти фильмы? Мы не можем гениально снятые вещи показывать для других поколений людей, рассчитывая, что все это произведет точно такой же эффект. Параметры романтики, они тоже меняются. Ты сразу понял, что страна может не выдержать такое количество бизнесменов. Я вообще не представлял, что это... Какие это бизнесмены? Это не бизнесмены. Появился наркотик, появилось тростление в обществе. Все, что мне чуждо было всегда. Ну вот смотри. В Куршевеле несколько лет назад что произошло? Господин Данилицкий вместе с своей подругой, певицей Славой, под гимн Российской Федерации в Куршевеле в ресторане под гимн России в полуголом виде они устроили стриптиз, танец. Танцевали многие, безусловно, не только они, практически на всех столах. Сезон с 3 по 10 января, он в принципе считается русским. Русский сезон. Французы стараются угодить русским и у них уже довольно большая фонотека российских песен. Заиграл гимн России? Да, заиграла музыка, гимн России, без слов. А те, кто, собственно, был уже навеселе, скажем так, их, естественно, эта история нисколько не смутила и они продолжали, в общем, танцевать. Вот это как раз то, для чего и кризис. Кризис переводится с греческого языка, как суд. Это сейчас не имеет значение. Ну, они под гимн. Ну, они под гимн они пляшут. Это уже не имеет значения, под гимн они пляшут или они пляшут под балалай. Сейчас дело не в этом. Дело же в общем уровне. Ощущение душевной безопасности вот этого сторожа внутреннего, который говорит, о, брат, не то, что совесть называется, как он говорит, но совесть. Растление. Их никто не одернул. Печально. Их никто не одернул, когда этот шабаш. Внутренняя саморазнузданность. Когда этот шабаш начался, никто, даже генерал армии, не встали и не вышли из зала. Эти же люди ужасно кончают. Они кончают болезнями, опустошением, страшными. Я судить их не могу, потому что, как вам не стыдно? Скажите, пошел, старый петь. Мы осуждаем людей за... Как это? Старость, это когда начинаешь осуждать то, на что сам не имеешь сеть. Там ведь другое. Вот просто печальное ощущение. Брат, ты мой родной, что же тебя ждет? Вот и все. Растление и саморазнузданность плюс распущенность. Обычное. Они кому-то что-то доказали? Как тебя эта история удивила? Мерзость. Чему здесь удивляться, если это произошло внутри самого сознания, разрушение? Ты показал, что ты за свои деньги можешь купить все, но деньги не значат ничего в этой жизни. Это, говоришь, ты человек, который занимался бизнесом, что деньги ничего не значат по большому счету. Это некрасивые слова. Это правда. Деньги могут лишь быть вспомогательным средством для воплощения твоей идеи. Курганская область очень маленькая, область непростая, со своими большим количеством проблем. Но в Курганской области есть иногда такие вещи, которые, я считаю, не просто уникальны для России, а, можно сказать, для всего мира. Вот есть центр Елизарова, мы считаем его уникальным. Есть Александр Владимирович Ельтяков, которого мы считаем современностью, еще более, может быть, уникальной, может быть, вторым таким человеком, который сделал прорыв здесь, в Курганской области, как это сделал Горелом Промышев-Елизаров когда-то. Более человека энергичного, есть и много сил, и при этом четкое понимание действительности, есть одномоментно очень глубокая душа. Вот я не видел таких людей больше. Вот это все сочетать вместе крайне сложно. Ты рабочий человек после армии, да, все меняется, но ты же тоже потом уходишь в бизнес и создаешь мощнейшее предприятие, которому речь впереди. Совершенно случайно. Случайно? Конечно, случайно. Я работал на Курганском мясокомбинате, электриком обычном. И когда в один прекрасный день пришел на работу, полвосьмого, начальник мне говорит, ты зачем пришел? Так ты не понял, три месяца назад ты подписал бумагу. Ты сокращен, ты должен был найти себе работу. Молодому парню, в его годы, сказать, что ты никто, ты полон сил, но ты не нужен. А ты не понял, что ты три месяца последние работаешь, и в какой-то день тебя просто не пустят. Я этого не понимал. Я этого не понимал. Я же работал честно. Мне было дико. Чем я мог заняться? Выйти в этот, как мы называем, рынобазар? Я в шоке вернулся. Кто я такой? Я ничего сделать руками теперь не могу. Я никому не нужен. Я не знаю, как мне теперь кормить свою семью. А ведь у меня ответственность. Есть жена, есть ребенок. Как? Продал маме машину. Или папе. Ну, маме не говорили, что я продал машину. Выкупили в заброшенном селе. Я помню, оно было даже бэм. Я как-то поехал туда, застрял на поле. Маленькое уральское село, богом забытое, и людьми уже стало забываться. Они там выкупили вот такой цех по производству колбасы. Взяли книгу, читали, как делать вот это. Область Курганская сельскохозяйственная. Почему бы не покупать у крестьян мясо и не возить на север Свердловской области, продавать его подороже? Банальная идея, спекулятивная. Стали ездить с другом армейский сослуживец Леонид Кузовков. Сколько зарабатывали на килограмме, если не секрет? 50 копеек. Вы выполняли фактически функцию государства. Ну, по сути дела, да. Кооперация раньше это называлось. Только тогда я этого сам не понимал. И тебе пришла в голову идея поставить свой мясокомбинат? Нет, нет, идея пришла чуть позже. Идея пришла в 95-м году, когда мы взяли цех в аренду. Вот вы всякий раз, бывая в районе, где цех взят в аренду мясной, вы видели, как работает Ильтиков и его товарищи? Ну, я основных крупных предпринимателей, всех знал в лицо. Вы гордились ими? Я, да, многими, да. И горжусь до сих пор. Эта идея предшествовала несколько событий. В частности, то, когда мой друг, с которым мы все это дело начинали, собрав все деньги, исчез. Ты ожидал этого от товарища? Нет. Это не товарищ, я друг считал. А для меня понятие друг, их на самом деле много не бывает. Как сложилась его судьба, кстати? Я не знаю, где сейчас он. После этого он еще 4 раза меня кинул. И более того, даже отсидел в тюрьме. И там я поддерживал его. То есть, как ты простил первый раз, когда тебя обограли? И второй, и третий, и четвертый раз. Ты что, сумасшедший? Нет, просто верю. А вдруг, друг ошибся. Потому что для меня слово друг, это тот, который может положить за тебя душу. То есть, ты не просто простил, а снова доверил какие-то деньги? Совершенно верно. И в 2005 году, когда он уже освободился, дали ему рынок города Тюмени, в котором он должен был реализовать продукцию, он на эти деньги, собранные за продукцию, купил себе машину. Я ему позвонил и сказал, Лёд, больше говорю, забудь, что у тебя есть друг. Когда Айсан Валимович читает стихи, все замолкают, и у вас создается впечатление, что вы погружаетесь просто в совершенно другой русский мир. Потому что он читает стихи, чаще всего Есенина, стихи про Россию. И это идет настолько из глубины, обвеяно какой-то вот такой вот могучей энергии. С другой стороны, когда он показывает свое предприятие, и он может показать его в деталях, и ты понимаешь, что он просто является двигателем этого предприятия, и душой, и разумом, и двигателем. Вот. Теперь самый главный вопрос. Что в этих ребятах было такое, что они стали гордостью одного из лучших губернаторов нашей страны. Я очень высоко оцениваю все, что вы сделали в Кургане. Это ребята, которые не скидывали все и не кричали. Губернатор, ты нам должен. Власть должна и ответственно перед несколькими категориями граждан. Это дети, это старики. Инвалиды. Вот здесь власть обязана обеспечить достойную жизнь для этих людей. Все остальные должны, в нынешних условиях, да, экономических, должны крутиться и вертеться. Идея пришла уже другая в голову. Хватит быть перекупщиками. Надо брать вот это сырье и перерабатывать. Это я потом уже прочитал книгу Карла Маркса «Капитал». Расшифровку того, что я делал своими руками. Интуитивно. То есть ты с Марсом совпал? Совпал. Это правда. Совпал. Товарищи люди учатся быстро, тем более, когда это от души. Три момента, наверное. Первый – это потрясающая энергетика. Вот если кто с ним встречается, он разоружен, в хорошем смысле слова. Он затягивает в себя человека, но это от Бога. Вот этому не научишь никогда в жизни. Второе – это, конечно, великолепная форма. Я же вижу, как он работает. И не толики усталости не видно. Это уже, конечно, он сам. Сейчас чиновник-то не знает, куда пойти и что сказать. Это уже проблема чиновников на всякий случай. ВВ может сказать, а остальные я не знаю, честно вам скажу. Но то, что мы дальше сидеть на только нефтяных бюджетах и не двигаясь вперед, создавая мифические, экологические и прочие проекты, меня вот это смущает больше всего. Нам нужен рывок Столыпинский сегодня, а не открытые правительства непонятно. Чего призывающие, чего делающие. Я вам откровенно скажу, как человек, поработавший в правительстве. Мы взяли тогда цех в аренду. Тогда уже мой армейский друг, которого тоже сократили, Дмитрий Коширин, и мой брат, который вернулся из армии. Легко взяли? Отдавали все? Нет, не отдавали. Кто мы такие? Голодранцы. У нас же нет каких-то родителей, которые могли бы замолвать за нас ловечко. У нас нет денег. Мы обычные ребятишки из два. Власть помогала в 95-м? Нет. Не защитила, не прикрыла талантливые парни, глаза горят, честно хотят делать. О чем мы говорим? Никому не было дела. Тогда пришел к власти в этом районе Сергей Дмитриевич. Ох ты, дай бог памяти. Ну Сергей Дмитриевич, и что? Ну Сергей Дмитриевич. Он меня приглашает к себе. Так, ты какой-то там частный предприниматель? Мне без разницы, кто ты есть вообще. Ну, было-то так, словами мата. Даже с мата. А 3000 суда и пошел отсюда. В месяц будешь платить мне. 3000 рублей. 3 миллиона, 3000, не помню какие. Ну так конкретно, просто в кабинете. Конкретно, просто в кабинете. Степченко, Сергей Дмитриевич Степченко. Прокурору тебе не пришла в голову мысль обрати? Какой прокурор? Там же все было повязано. Эти с этими, те с теми. Да, все дружат, в одной бане парятся, с одними девушками встречаются. Все было в одно. Тогда это было просто небольшое помещение, без каких-либо удобств. Три единицы оборудования старого, можно сказать, уже заржавевшего. И одна старенькая климокамера на дровах разводилась. И вот с этого не спеша начали работать, вникать в технологию. И постепенно уже поняли, что это наше. Шаг за шагом. И пришел Сергей Николаевич Бекишев. Его был слоган в том, что он вернет колбасный цех, который дали частным предпринимателям здесь работать. То есть ваш цех вернет кому? Он же бесхозный был до вашего появления, так понимаю. Ну, вернет обратно народу. Пока я здесь, не будет никакой частной собственности на моей территории. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый. Сергей Николаевич, Ильтикова Александра знаете? Да, конечно. Помните, когда вы возглавляли район, а он начинал свое производство? Да, конечно. А вы дали клятву, что никаких Ильтиковых на вашей территории не будет? Нет. Эта ситуация была немножко не так. Тогда, когда я еще не был в главной администрации, не платили по 9 месяцев заработную плату, вот тогда отношение к тем, кто работал и что-то делал, а вот и те, кто не получал зарплату, было, конечно, не вина. Это Ильтиков не платил заработную плату? Нет, нет, конечно, нет, нет, нет. А, другие не платили? И главная цель была Ильтиков создавал рабочие места и, естественно, платил налоги положить. У меня вопрос другой. Вот прошли годы, сегодня Ильтиков депутат Госдумы в ранге федерального министра. Вы пожалели о том, что вставляли ему палки в колеса? Я не знаю, где вы взяли информацию. Палок в колеса не вставлял. Если я не раскаивался, то я раскаивался лет 10 назад. Цель нашего сегодняшнего разговора, чтобы впредь в нашей с вами стране, Сергей Николаевич, дураков и негодяев среди чиновников был поменьше. Понимаете, если вы имеете в виду, что я негодяй, и отношения с Ильтиковым, вы что-то путаете, понимаете? Это все-таки с годами вы пожалели, что не всегда были правы? Я всегда, когда я не прав, я признаю свои ошибки. Те размолвки, которые были, если я в чем-то не прав, я, естественно, признаю их. Но я думаю, что Александр никакой обиды на меня не носит. Сегодня вас уже можно смело назвать агрокомплексом. Можно сказать, да, как от поля до прилавка. То есть у нас где-то около 5000 гектар земли, два свинокомплекса, элеватор на 10 тысяч тонн кормозавод, 7 тонн по грануляту. Мы полностью себя обеспечиваем кормами. Свинина уже выходит полностью у нас, обеспечивая производственные потребности. Это хладокомбинат, построенный в 2015 году. Оборудование закупили за границей. Самое лучшее. Это заслуга Александра Владимировича. То есть очистка воды, тепло. Все это вырабатывается холодильными камерами, которые вырабатывают холод. А планы у вас какие? Планы. В ближайших планах нам построить предубойню, 50 голов в час по свинине и 15 по корресу. То есть я думаю, в следующем году мы начнем стройку. Ну и за ближайший год построим. Тогда же еще все верили в то, что это заблуждение, это затмение быстро пройдет. То есть никаких рыночников? Никаких рыночников не должно быть. Я их понимаю и не сужу. Начальников? И я бы действовал, наверное, точно таким же образом. Также травил вы молодых ребят, которые цех берут, честно работать хотят? А кто работал честно? Не обижаю крестьян. А вы честно работали? Кто работал честно? Единицы. Как найти того человека, который будет работать честно, который будет платить налоги? Знаешь, как в цирке животных выбирают для дрессировки? По глазам. Тяжело. Если добрые глаза у котенка, значит, будет хороший дрессированный кот. А если злые глаза, у зверей разные глаза. Ну а где найти такого великолепного психолога, который бы мог определить по глазам? И видеть людей насквозь. На самом деле, Олег Алексеевич, он психолог. Богомолв. Да, он толковый парень. Ильтиковы, кто их знал, Ильтиковых? Я не знал. Потом потихоньку узнал, собрались три парня. Жибут в Кургане. С чего-то унеслись в Чистозерие, в самую глубинку Курганской области. Взяли в аренду там какой-то сарай. Едешь, смотришь, да? Сарайка. Со временем эти ребята начинают набирать обороты. И хочется их поддерживать, хочется с ними сотрудничать. Вы понимали, что произойдет год-два-два-два-два. И причем эти ребята, если взять конкретно Ильтиковых, то это не только люди, которые заряжены на производство. Они преобразили село в Чистозерие. Они его преобразили. Наша дружба школы Александра Владимировича началась в 2005 году. Он зашел, когда в нашу школу на первый этаж, его охватил ужас. Окна были старые, в классах темно, в коридорах темно. На первом этаже пол проваленный, вход такой, знаете, старенький. Вот тогда Александр Владимирович решил, что если он школу не отремонтирует, значит и производство у него процветать не будет, потому что молодежь, которая работает у него на производстве, не сможет обучать достойно детей, достойное образование получать. Сельский учитель – это учитель в валенках и в платке в Пуховом. Вот так мы и ходили в принципе, потому что холодно было очень в школе. После всего того, что сделал Александр Владимирович, это евроокна во всей школе, в том числе и в пристрое, где и занимается начальная школа. Полностью заменены полы, двери в учебных кабинетах. Была изменена система отопления. В школе стало тепло. В день по 16 проверок приходило. Пожарники, санэпидемстанции, все коммунили. И для того, чтобы от них как-то отбиться, мы в 6 часов утра привозили людей, закрывали цех снаружи, замок вешали, внутри работали, а ночью в 10 часов вечера мы домой разводили всех. Они придут, поцарапаются. И все хотели денежку или мясо отдать. Нет, они просто хотели закрыть. Глава района сказал, что он уничтожит любыми путями. Качественные характеристики героев тоже меняются. Вот где-то государственная информационная политика, которая бы дозировала развлекательное, познавательное, восхваляющее, подлежащее передаче опыта, возвышающее, в конце концов, человека труда. Мы стремительно продвигались к так называемым институтам рыночной экономики. И вот то, что наши лидеры радикальных реформ 90-х годов, кроме старых учебников, переведенных с английского языка на русский, больше ничего не знали, вот это определяло их подходы к тому, что нужно все разрушить, все поломать, и на этом пустом месте, какими-то невидимыми руками, взять и построить что-то такое совершенное, что управлялось бы не исходя из стратегического гения Путина, Собянина, других членов его команды, а вот само по себе, как они где-то слышали и как им где-то говорили, где-то в районе Госдепа. Милтон Фридман, который разработал теорию шоковой терапии, шествие экономики катастроф по всему миру. Цель экономики катастроф задана. Только одна Америка, все остальные рабы. Золотой миллиард, а остальные рабы. Потому что Америка не трогает страны золотого миллиарда. Нет. Золотой миллиард – это миллиард населения. Посчитайте, это и европейские страны тоже. Германия входит в золотой. По крайней мере, это давнишний термин. Страны золотого миллиарда. Но Китай не входит? Нет, не входит. Латинская Америка не входит? Ни Китай, ни Россия, ни Африка не входит. То есть нас всех не жалко. Ни Альенде не жалко, ни Китай не жалко, ни Эквадор убийству президента не жалко, ни Панама не жалко. Нет, там очень много президентов погибло. Очень много. Почти в каждой стране все начиналось с аналога Альенде. Без войны, без захвата, без операций с военными структурами. Получите экономику страны. Эта теория шоковой терапии получила свое развитие в чикагской школе. Вот эти чикагские мальчики были везде, где проходила эта шоковая терапия. Везде по миру. Аргентина, еще раз скажем, Чили, везде именно чикагская школа. Не только по миру. Но самое-то главное сработал принцип антисоциальный, принцип мальтузианский. Выживает тот, кто имеет возможность бороться с средой обитания. И это я понял, что самодурство чиновников имеет границы, но оно не имеет никакого отношения к федеральному закону. Как вы выживали? Вот так и выживали, как я говорю. Весело? Каждый день с 6 утра? Да. Здесь, где построен кладокомбинат, было болото, можно сказать, даже озерко какое-то. Здесь были дикие утки, и пришлось засыпать это все землей, ну, грунтом и песком. Ну, как вы заметили, очень много у них интеллектуального оборудования. Очень нравится что-то новое узнавать для себя. Ну, и просто приятно работать на таком оборудовании. Я вел учет, значит, этих КАМАЗов, которые возили сюда грунт. 3 250 КАМАЗов ушло для того, чтобы сделать вот такую территорию. После этого мы подвели электроэнергию. Вот две подстанции там новые стоят. Здесь вот со времен 60-х годов нет ни одной подстанции, которая работала бы на современных трансформаторах, на современных кабелях. То есть это все было ненадежно. Мы сделали две электролинии. Если случится что-то, мы могли переключиться на другую. Борьба – это и есть жизнь. Я бы сказал, что если бы все уехали из Кургана? Нет. Нет. Пусть уезжают те, которые хотят таким вот образом легко добывать деньги. А я никуда не уеду. Я должен пахать. Это моя земля. И на ней я буду стоять. Главное, чему мы сюда стремились – это стабильность. Стабильность качества продукта. Чтобы вот он не менялся, независимо от времени, года, независимости от того сырья, который существует на рынке. Потому что насколько высок уровень конкуренции в готовом продукте, и насколько он отсутствует в сырье в России. То есть если, допустим, мы на одном прилавке можем увидеть не менее 10-15 товаропроизводителей одного вида колбасы, к примеру, какую-нибудь Одесскую, Таллинскую, Докторскую. Вот, представляете, какая конкуренция. И рынок сырья. Нет говядины. У нас ее в стране нет. Мы не производим ее. Какое-то количество производит одно из предприятий. То есть все остальное – мелочь. В масштабах производства – ноль. Ну нет. Свинина как-то более-менее есть. Но, тем не менее, все равно мы зависим от сегодняшнего сырья. Кредитов мы никаких не получали. Единственное, что брали у коммерсантов под 20% месячных. Такие проценты были, да, драконовские. Кошмар. Мы приехали в 2000 году, накануне выставки Агропродмаша, в три фирмы. Тогда Шаллер была компания, Бегорат и Матимекс. Ко всем с одной и той же просьбой обратился. Вот, говорю, у меня есть 22 тысячи долларов в кармане. Это все, что мы успели заработать за все эти годы. Дадите нам это оборудование, которое мне необходимо. Мы будем производить качественный продукт, и мы сможем за ваше оборудование рассчитаться с вами. Единственное, кто мне поверил, как вы сказали, по глазам, Раиса Николаевна Ермакова с компанией Матимекс. Она говорит, я этот вопрос решить не могу. Вот приедет президент Ян Щепанский. Он приехал через неделю. Я не надеюсь ни на что, потому что, ну как так? Я прошу оборудование на 254 тысячи долларов, а у меня всего в кармане 22 тысячи. И говорю, дайте мне рассрочку там на полгода, чтобы я с вами рассчитался. Я не верил в это. Но она через неделю мне сказала, мы решили вам поверить. Для меня, конечно, это был прорыв. Как раз характер нормальный российский. Мне кажется, какой-то новый очень сильный. Нет, такие люди всегда. В 41-й, согласись со мной, открыл такие качества в людях советских, какие прежде не наблюдались. Тем более была Первая мировая война. Да, там был подвиг. Ведь ни дня Первой мировая война не шла на исконно русских землях. Польша, Прибалтика, Прибалтика причем в самом конце. А 41-й показал новые качества. Сталин раздул народ. Подвиг Попанинцев, Чкалова, Грязодубовой. Сталин раздул народ. Народ поверил в свои силы. 41-й открыл много неизвестного в людях. И сейчас, мне кажется, время открывает в людях, в молодых, особенно неизвестное. Я не согласен со словом неизвестное. Оно открывает то, что не было востребовано в 90-е годы. Как любой подвиг. Но это не неизвестно. Это как раз то же, что открылось в 41-м. Это те же люди. А государство в каком году ты почувствовал, готово вам помогать? Директивно оно готово стало помогать, наверное, с 2002-го. С приходом Путина. Когда более-менее стабилизация началась. Когда вот этот разгул псевдодемократии стал успокаиваться. А уже так более утвержденно, я думаю, года, наверное, с 2011-го. Когда государство взяло курс на работу со своим бизнесом. 12-й год. Более вот так приближенно, я могу так сказать. Новый колбасный цех – это уже второй этап развития предприятия. Следующий. То есть это уже современное здание. Полностью будет соблюдена вся цепочка. Правильно расставлена. Уже с учетом сегодняшних реалий. Ну, во-первых, работа очень интересная. Во-вторых, нет никакого застоя в работе, нет рутины. Всегда какое-то развитие, всегда что-то новое. Нужно узнавать. Учиться делать что-то новое. Проблем с зарплатами нет. И уровень зарплат очень хороший для Курганской области. Помню 2008 год. Раздузданный чиновник приехал к нам в цех. Я как раз был в Швейцарии в командировке с корочками МЧСника. Я имею право войти туда, куда захочу. Я ему по телефону объясняю, вы имеете право войти туда, куда вы захотите, если вдруг жизни какого-либо человека угрожает какая-нибудь опасность. А так вы не имеете права, вы мне должны уведомить за три месяца проверки и так далее, и так далее. Он написал протокол, составил, и все службы-то подписались. Но я написал президенту в то время, Медведеву, я написал Путину, на что вызвал проверку. Приехала из Екатеринбурга проверка. Факт этого беспредела подтвердился. У этого чиновника слетели погоны. Ну, как они меня будут любить? Но никому никогда никаких взяток мы не давали. Никогда? Никогда. Нет. Потрясающе. Никогда не давали. Просто, понимаете, вот ржавчина слетела. Ну, как не гордиться такими парнями? А кто знает это имя Саши Эльтикова? Не просто гордиться. Мы ищем героев. Мы снимаем заново фильм «Экипаж», а «Зорь здесь тихий», и «Молодую гвардию героев» ищем. Вот же они, герои. 16 проверок в день мы слышали. И просто 16 проверок. Там же 2 миллиона требований. Это проверки, которые пройти нельзя. Причем все это далеко от Москвы. Кому жаловаться? Да, Курганская область. В Москве искать правду. В Москве быстрее найдешь правду. Чем выше уровень обращения, тем быстрее встретишь понимание. И он это выдержал? В легкую. Почти с улыбкой, обрати внимание. Да. Он вообще часто улыбается. Да, хреново. Да, не получается. Но давать взятки, сколько их можно давать? Виктор Иванович Ишаев, мой друг, хабаровский губернатор многолетний, потом полпред, ныне вице-президент Роснефти, он никогда никому в Москве чиновникам ни отката, ни взятки, ни за какое решение вопроса. Никогда. Ни в какие годы он сделан с первого. Ни копейки. Все-таки можно. Это тяжелее, но другого пути нет. Тяжелее, но можно, зато уважение. Возвращаемся к библии. Но ведь проще было кому-то что-то заплатить и все. Иметь крышу в лице, я не знаю, губернатора, большого начальника. И все отстанут. Нет, такие намеки были. Не раз. От чиновников. Но только я просто на просто недоумок, что ли, в этом отношении. Я не понимал. Погоди, но коллеги-бизнесмены платили все. Не хочу говорить о коллегах-бизнесменах, но ангажированные чиновники выполняли волю, так называемых, заказчиков того или иного действия, чтобы снять продукт. Сегодня ангажированность меньше? Есть, но меньше. Скрывают ее? Более скрытная стала, да. Более скрытная? Завуалированная. Все-таки время меняется в лучшую сторону, раз бояться стали. Слава богу, стали бояться. Появилась власть. По линии Народного фронта у нас с ним очень много совместных проектов. Началось все с ветхоаварийного жилья, когда мы выезжали в маленькие муниципалитеты, следили за качеством вновь построенных жилых домов. Потом их признавали новыми аварийными жилыми домами, потому что в них просто жить было нельзя. Это фантастика. И человек, который может просто столкнуть короткую речь, и эта речь будет настолько сильной, что человек, который даже по-русски не разговаривает, у меня была реальная такая ситуация, когда он смог уговорить в течение 10 минут англичанку, которая не понимала ни слова по-русски, пойти искупаться в ледяной воде. Мы вместе купались в ледяной воде. И она сказала нет. И после его 5-минутной речи о том, как это важно в России окунуться в прорубь, англичанка взяла и пошла и окунулась в прорубь. Ну и, наверное, самое главное, что есть в Альтикове, вы знаете, есть люди, которые могут по-разному формулировать, почему они счастливы. Александру Владимировичу, по-моему, ему не надо формулировать, почему он счастлив, он выглядит как счастливый человек. И он наиболее счастлив тогда, когда он действительно ощущает свою необходимость и нужность. И вот его нужность просто очевидна. Это видно по реакции людей, с которыми он общается, по его делам. Но буквально через несколько часов после нашего вмешательства строители сразу же начинали все это переделывать. Александр Владимирович для меня это несомненный авторитет. Человек с неиссяканным источником энергии, который как бы зовет, ребята, давайте двигаемся, нельзя ни с чем мириться, нужно делать все правильно. И когда он начинает в таком, может быть, даже советском духе отчитывать за родину, что они сегодня предали свою работу, предали себя, предали его и предали Россию, в конечном счете. Встают молодые люди или девушки, начинают искать оправдание на те действия, которые они совершили. Или на предприятии существует сухой закон, которым подвержены все. То есть, если даже с каким-то маломальским запахом человек с утра был замечен, то его несколько недель проверяют на алкотестере. Приходит он в трезвом состоянии или нет. Мало того, чтобы вообще даже никаких побочных действий после этого не было. Все, разнуздность постепенно сходит на нет. Хотим, чтобы было сильным государство, легкого пути не будет. Поэтому мы сегодня идем пусть трудным, сложным, но правильным путем. Это на мой взгляд. Я стараюсь критиковать те события, которые происходят. Но, извините, у меня не поддается никакой критике и другому объяснению, кроме как правильности действий сегодняшнего государства. Продолжение следует...